Довольны ли жители области качеством оказания госуслуг? В департаменте по делам госслужбы рассказали о результатах общественного мониторинга. В опросе приняло участие почти 2500 человек, которые в целом остались довольны работой госорганов с населением. Были оценены лучше других таких параметров, как результат. Это 9,07 балла, а также электронная форма процедуры 8,98 балла. На основе оценок общей удовлетворенности услугой получен следующий рейтинг территориальных единиц. Первое место в рейтинге занимают Алтмасаринский и Амингельдинский районы по 9,05 балла. Денисовский район – 9,01 балла. Но, как оказалось, отдельные моменты у населения все-таки вызывают недовольство. Например, сотрудники не всегда дают полную информацию по интересующему вопросу. Либо не могут ответить человеку на языке обращения. А до некоторых сельских округов цифровизация так и не дошла. И жители за получением справок или заявлений ездят в другие населенные пункты. То и дело, с них до сих пор требуют лишние документы. Иногда возникали проблемы с получением услуги на двух языках, то есть на государственном и русском. Также респонденты чаще сельской местности отмечали устаревшее техническое оборудование или недостаточное их наличие, что также задармаживало процесс оказания услуги. По показателю качества. Низкое качество обслуживания, медлительность и некомпетентность сотрудников при контакте с потребителем. Грубость сотрудников часто указывались услугополучателям. По этим показателям в аутсайдерах оказались Денисовский, Джангельзинский, Камыстинский, Карасусский и Карабалыкский районы. В общем же, по всем показателям отстает Мендыкаринский район. Заместитель руководителя Департамента по делам госслужбы дал рекомендации всем органам, кто оказывает электронные услуги, провести дополнительное обучение сотрудников. Мы всегда проговариваем в госслужбе. Когда дают стандарт, для человека он не совсем понятен. Там написано требование для юристового понятия. Ну, человек приходит, пока его прочтешь, да, ведь можно проще сделать, пошагово, сделать как инфографику. Первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг. Что он на выходе должен получать. Повышать грамотность будут не только сотрудников, но и население. Уже с этой недели по всей области начнется обучение компьютерной грамотности. Проводиться оно будет на базе центров обучения языкам. Планируется охватить около 15 тысяч человек.